Казахстан Красавица Катерина Красивей теперь Москвич из Азербайджана Юрий Гусман Помоги, помоги, помоги нам Байгари Намекни Маслякову Байгари намекни Маслякову Стоп, хватит намекать Уже 15 лет намекаете Прямо скажите, Байгали помогаешь Добрый ветер, родненькие Александр Васильевич Александр Васильевич Вам огромное спасибо Впервые играем дома Кайф, кой кайф Александр Васильевич Можно вначале чуть-чуть на казахском сыграть? Жаксы Нурлан Рахмет Алике Хурмет Ханамдарми Марзалар КВН это удивительная игра Александр Васильевич Он играет в 15 лет Он играет в чемпионство Сделал Если он играет в 1 Ладно, ребята, Астана праздник, экспо, летний кубок. К нам еще приехал цирк Трусалей. Вчера я ходил. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Турсубек, цирк Дюсалей. Но они когда на батуте прыгали, у них там Трусалей видно было. Хватит, ребята. Ребята, дорогие друзья, за 7 лет многое изменилось. Наш Турсубек открыл театр сатиры и юмора. Я стал генеральным продюсером телеканала «Казахстан». Ребята, фильмы снимают. А Кумар, Кумар, ты что делаешь? Помните, раньше на шпагат садился же? Да, помню, да. А сейчас смотрите. А раньше, помните, вот так брал и садился. А сейчас? А сейчас что? А сейчас вот. И шиномонтажка. Так, ребята, ну что, соберемся, поехали. Ух ты, попал. Руки-то помнят, а ваши помнят. Итак, дорогие друзья, первый номер «Случай на вокзале». Брат, брат, помоги мне, пожалуйста. Что надо сделать? Провожай меня. В смысле провожай? Ну провожай меня, все. У всех провожают. Вот смотри, папа, мама провожает, его девушка провожает, а меня никто не провожает. Просто провожай, я сейчас там зайду, скажи до свидания, жалко что ли? Хорошо, давай, давай. О, спасибо большое, ты настоящий друг. Давай, до свидания. Давай, пока. Подожди, подожди. Ты 5-го числа, 8 часов вечера, что делаешь? Ну, дома, наверное, буду. Встречай меня. В смысле встречаешь? Ну, встречай меня. Я тебя знать не знаю. Как не знаешь? Ты же провожал, теперь встречай, что? Давай, давай, хорошо. О, спасибо большое, молодец. Где ты живешь? Я в центре. Приути меня, пожалуйста. Приути меня, пожалуйста. Дорогие друзья, ну а сейчас давайте перенесемся в Средневековье. Итак, ставка хана. Хан, хан, я скакал 10 дней, 10 ночей, чтобы рассказать вам одну новость. Хан. Эй, ты что, уснул что ли? Кто это? Это я, твой хан. Хан, братан. У меня две новости, одна хорошая, другая плохая. С чего начать? Ну, начни с плохой. На нас напали. А хорошее? А мы убежали. И кто-то из живых остался? Мы. Кто мы? Я и, получается, вы. И что, вдвоем встепить, что ли? Ну, это же интересно. Вообще не интересно. Не хочу в этой миниатюре играть. Все, уходи. Хан. Уходи. Хан. Кет. Итак, случай в аптеке. Здравствуйте. Здравствуйте. О, парацетамол дайте, пожалуйста. Да, пожалуйста, возьмите. Спасибо. Не болейте. Хорошо. Здравствуйте. Что вам? Легкопластер можно? Пожалуйста. Спасибо. Что случилось? А, когда нападали, здесь стрела попала. А что за стрела? Хан, это же я. Помните с прошлой миниатюры? Я же тебе сказал, не хочу в этой миниатюре играть. Все, уходи. Хан. Уходи. Хан. Уходи. Я вижу. Хан. Ушел. Итак, случай в кинотеатре. Это ваш кинотеатр? Да. Шикарный. Какой звук. Раньше здесь аптека была. Да. 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 Ты кто? Я счастливчик, наверное, доулет. Почему счастливчик? Ну, всех убили, а я с Ханом вместе кино смотрю. Да, иди отсюда. Все. Уходи. Уходи отсюда. Наш Турсенбек устроился учителем русского языка. Кто классик, классик нарисовал? Ладно. Я Турсенбек. Меня зовут учитель. Урок русского языка. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Сказал же тебе, это не казахский язык. Это русский язык. Надо сказать. Турсенбек Аман Галич. Здравствуйте. Запомни. Ладно. Буду проверять домашнее задание. Еще строго буду проверять. Шапашоп встань. Сделал домашнее задание. Да. Точно. Точно. Клянись. Клянусь. Садись спеть. Молодец. Ладно. Тема сегодняшнего урока. Сложно подчиненном. Что? Ой. Сложно подчимкенски. Нет. Сложно почти дерзкий. Оказывается, реально сложно, оказывается. Сложно подчиненные. Сказал тебе на казахском не разговариваю. А как сказал? Сложно подчиненные. Да. Сложно подчиненные. Ладно. Все. Пишите просто глаголы. Глаголы имеют падежи. На. Падежи. А? Падежи, говорю. Что? Не что, а кто? И передай. Кому? Никому, а чему. А я? А ты сиди, думай. О ком? Не о ком, а о чем. А падежах. А я? А ты сиди, гордись. Кем? Никем, а чем. Что ты знаешь, падежи. И передай мне. Кого? Никого, а кто? Поздравляю, мы прошли падежи. Извините, а как правильно пишется? Конечно или конечно? Конечно. Точно? Тошно, тошно. Да. Я учитель труда, там надо парты перетаскать. Ты, ты и ты. В смысле ты, я учитель? Тогда вы пойдем с нами. Правильно, главное уважение сказали. Пойдемте, делаем все. Во время проведения экспо в Астану приезжали президенты многих стран. И по традиции, одна из таких встреч проходила по казахским обычаям. Чай. 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 Спасибо, что учтите наши традиции, госпожа Меркель. Ну вы все-таки наше гостье, присаживайтесь. Данкишон. Битэшон. Вам что-нибудь налить? Можно воды? С газом, без? Ну если с газом, можно без воды. Это не ко мне, да, Владимир Владимирович? Не, не, не. Хочу поприветствовать нового президента Франции, господина Эммануэля Макрона. Барси. Поздравляем. Между прочим, шестой по счету президент Франции. Вообще, это 25-й. Я имел в виду при мне. Давайте. Си Цзиньпинь, внимание, в Астану прибыл председатель Компартии Китая Си Цзиньпинь. Ни хао. Алейкум ни хао. Знакомы? Шучу, шучу. Все в сборе. Давайте перейдем к важным вопросам. Владимир Владимирович, чё цена цинха? 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 Я надеюсь, всё это через Казахстан? Конечно. Дорогие друзья! А сейчас казахская мудрость. Когда казах приходит в гости, он никогда себе не позволяет быть выше хозяина дома. Поэтому, когда мы ездили в Москву играть, мы никогда, просто никогда, просто никогда, не нарушали эти традиции. Максимум второе место. Так давайте чтить традиции друг друга. Добро пожаловать в гости! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Одной игре себя навек мы посвятили. Мы повзрослели, но нам всё мало, и мы готовы этот путь пройти сначала. И пусть годы летят, их уже не вернёшь, и пусть уже других кумиров любит молодёжь. Мы снова в игре, казахский Dream Team, мы снова вместе на канале номер один. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В игре КВН побеждали много стран, Армения, Россия, Абхазия, Дагестан, Белоруссия, Азербайджан. И недавно в финале Кыргызстан одна страна не побеждала, и дважды выше ленивицей чемпионом стала. Сколько можно петь про это, ребята? Вам не надоело постоянно плакать и намекать? Надо быть позитивней, тем более недавно в Казахстане прошла 28-я зимняя универсиада, где Россия выиграла 29 золотых медалей. Москва, ваш ход дарить медали казахским студентам, а? Каким студентам? Нам по 30 лет, если мы ещё каким-то казахским студентам проиграем, нас вообще не поймут, ребята. Ну чё? Пользуясь случаем, хочу обратиться к своей учительнице. Айгуль Хайратовна, а помните, вы говорили, что я стану алкоголиком и в жизни ничего не добьюсь? А я сейчас стою в Москве на сцене на Первом канале. Вот видите? Не мешает же! Вообще не мешает! Что за шутки, Улжас? Надо шутить актуально, так сказать, всегда быть в тренде. В тренде так в тренде! Чё ты делаешь? Это новый прикол с бутылкой, ты чё не знаешь? Мы тебя еле от старого прикола с бутылкой вылечили! Ты себе новый прикол нашёл, что ли? У нас других новостей нет? Есть! Недавно вышел фильм «Притяжение». О! Кстати, там Лавроненко не снимался? Нет. Гусман не режиссировал? Нет. Эрнст не продюсировал? Нет. Тогда как он вышел? Я не знаю. То ли дело фильм «Викинг» в Казахстане собрал 300 миллионов рублей. Это с учётом того, что у нас его даже и не показывали. Сегодня нам будет очень легко, потому что сегодня играют приказ 390. На-те! Проигрыватель! Это очень смешные команды. Зря ты так говоришь. Агу, миссис. Это очень смешные. Две команды объединились. А Калининградская область? Это очень смешная область. Спарта-Астана. Это очень смешная команда. Это мы. Это ещё и мы. Ничего себе, нам повезло. Прямиком из Сан-Франциско. Просто прямых рейсов не было у нас. Казахстан, просто спонсор наш, расскажем вам. Нур-Султан Абишевич Назар-Баэр. Классное имя у нашего президента под любую песню ложится. Есть такое. Ну, здравствуй, Москва. Как же вы по нам соскучились. Признаемся, мы по вам тоже. Недавно Владимир Путин демонстрировал навыки своей собаки японской делегации. Итак, за пять минут до встречи. Всё, всё, всё. Успокойся. Успокойся. Повторяй за мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Умничка, умничка. Господин президент, делегаты из Японии пришли. Пусть заходят. Успокойся, успокойся. Давай, как репетировали. Хрен вам они курилы. Это потом. Сначала здравствуйте. 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 Ты что так в начале выступления не сделал? Да я просто подскользнулся. А что ты в начале не подскользнулся? Я шанс захотел. Молодец, молодец. Продолжим. Дорогие родные, Россия это многонациональная страна и надо об этом помнить. Итак, на местной флюорографии. Смотрим. Руки вверх, крестик в зубы. Мужчина, крестик в зубы. А это вы мне говорите? Ну да, да, вам. А у меня нет крестика. А как вы тогда полис получили? А можно как-то без него? Мужчина этому аппарату 30 лет. Он может без крестика и не работает. Дайте мне пару дней, я и решу этот вопрос. Недавно Александр Васильевич и Александр Александрович Масляковы приняли участие в популярной телепередаче. Давайте вспомним. Да простите меня, друг, что я, может быть, с таким мелким вопросом собираюсь ему позвонить. Но давайте позвоним другу. Мы звоним другу. А какому мы другу с вами звоним, Александр Васильевич? Константин его зовут. Итак, за 10 минут до звонка в кабинете у Константина Эрнста. Так, давайте еще раз пройдемся. Знатоки и что, где, когда? Здесь? Здесь. Ага. Константин Львович, если я сегодня правильно отвечу, вы нас хотя бы на 8 утра переставите? А вы кто? Ведущий программы «Играй гармонь». Так. А где вы сейчас стоите? Пока что здесь, перед вами. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, Малышева где? Да, да, да. Если вопрос будет про медицину, не мешайте, пожалуйста. Хорошо. Так, да. Константин Львович, вам звонят по поводу контракта на полтора миллиарда долларов. Давайте потом у нас тут Маслякова 200 тысяч рублей могут выиграть. А если он не мне позвонит, а Гусману? Так, Привольнов. Да? Быстро звони Гусману, пусть у него долго будет занято. А я не знаю, о чем можно с ним так долго разговаривать. Просто поздоровайся, а остальное он все сам сделает. А вдруг, а вдруг вам придется угадывать мелодии? Вал, здесь не нужно будет, не переживай, я тебя час назад отпустил. Да? Я просто волнуюсь за вас. Не волнуйся, я же за тебя не волнуюсь же. Да. Константин Львович, вы, конечно, не поверите, но у вас на первом канале всего 30 секунд. Привет, Остан. Какой песне посвящен мультфильм? Песня летит по свету. Так, песня, песня. Валдис, 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 Валдис! Молодец! Валдис, 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 Валдис! Молодец! Молодец! 14 февраля, день всех влюблённых И так получилось, что мы стоим здесь А наши жёны и девушки остались за тысячи километров от нас Без наших подарков Что можно сказать? Москва Спасибо! Спасибо! Пам, наши песни я ритм задам Пам, мы качаем по всем городам Пам, начинаем мы новый сезон Хватим одно сказать Пусть голос разнесётся этом Эй, Москва! Эй, страна! Казахи в КВ не перри найс Эй, Москва! Эй, страна! Эй, эй, эй Ты настроение наших передай Левее! Ещё! Ещё! Всё! Стоим! Здравствуйте! А тема игры — будущее Скоро чемпионат мира по футболу Нам не совсем понятно по какому принципу Происходит набор в сборной России Поэтому мы на всякий случай тоже готовимся Нужен ещё один человек в стенку! А любовь слепая Сердце разрывает Горими глазами Держит тяпки Богдан, а ты чего с детьми вышел? Ой, я не заметил А я думаю, что я в четыре раза дороже в кино сходил Ну вы же понимаете, денежку придётся вернуть Уходите Ребята, кстати, а где Александр Васильевич? Ну ты поищи получше Да не, меня Александр Васильевич устраивает, я просто спрашиваю, где он Ты что-то хотел? А, ребят, у меня серьёзный вопрос В ближайшее время никто из знакомых из космоса в Тверь не летит У меня просто папа-космонавт должен мне тысячу передать Ну что ты врёшь, что у тебя папа-космонавт? Эх, Симона Давай сыграем в крокодил Ну давай Ты победила Богдан, иди отсюда Или ты что-то ещё хотел? А, Андрюх, можешь мне сто тысяч на репетиторы по географии занять? Нет Ну смотри, земля плоская, может не встретимся никогда Не надо гуглить, земля круглая, начинаем В лесу Копай Чем? Ты сразу не мог сказать, садись Парень неправильно подобрал музыку для стриптиза Не, давай к ложкам вернёмся, там хоть что-то наклёвывалось Копай Копай Я не хочу Ты можешь всё это раньше говорить, нет? На фото студии Здравствуйте, у нас скоро свадьба и мы хотим фотосессию Вы нам поможете? Ну конечно, мои золотые, сейчас я за объективом схожу Какой приятный человек, да? Да, хорошо-то мы к нему обратились Э, а чё, у нас красивые люди вообще закончились? Где я такой объектив найду, чтобы они хотя бы издалека средненькие получились? Э, мы вообще-то всё слышали, знаете, не надо, спасибо Подождите Не, это бесполезно Доволен? Да, доволен Поехали А копать? Да я как-то тебе привязался уже Поехали в парк съездим, мороженое А вы, наверное, заметили, что наша команда немного отличается от других футбольных команд В собачьей парикмахерской Всего доброго, приходите к нам ещё Сидеть Добрый вечер, можно мне постричьтесь, пожалуйста? Вообще-то у нас парикмахерская для животных Да, я же не дурак, поэтому я пришёл с собакой Молодой человек, мне кажется, вы не поняли Мы не стрижём людей Может быть, сто рублей помогут изменить тебе решение? У нас стрижки от четырёх тысяч Откуда у собак такие деньги? И вообще здесь стрижки год назад всё нормально было? Год назад здесь был военкомат О, а чё если это как дурак веду? До свидания! А как же собака? Жрать захочешь, сама придёт А известный факт, что миниатюры с матом гораздо смешнее И возникает вопрос Это с какого ты такого? Богдан! Ты же сейчас не собирался со сцены матом ругаться, нет? Нет, конечно, я же не совсем Стоп! А будущее уже рядом и так в торговом центре Очки виртуальной реальности Испытай новые ощущения Побывай в местах, где ещё не бывал Мужчина, хотите попробовать? Да, давайте только, пожалуйста, быстрее У меня просто жена рожает Оу-оу-оу, круто! Я ещё картинку не включил А, ещё картинка будет? Ладно, смотрите, у нас есть Майами, Лондон, Париж А есть Серпухов? Нет, к сожалению, Серпухова нет Я нашёл Ну ладно, давайте Серпухов О, круто, реально Серпухов Валера! Валера! Валера, стой! А, это не Валера Вы зачем сели? Что-то сломалось? Тихо, я на родительском собрании Ну на каком собрании? Давайте снимайте Тихо, тихо, тихо Вот, хорошо Вы что, там уснули? Нет, под тачкой лежу Ну а что хорошего тогда? Ну я думал, у меня глушак отвалился, а не, он на месте стоит Всё, время вышло, давайте снимайся Не-не, я не буду снимать, у меня здесь хотя бы тачка есть Всё! Ну что ж, это полуфинальная игра Богдан 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 Так ты, получается, нас не обманывал? У тебя, правда, папа космонавт? Да Было бы здорово, если он сейчас пришёл Погоди-ка, а это кто был? Мама Перед вами выступала команда КВН, Плюшки, город Тверь Ну вот отсюда, вот сюда, чтобы вот здесь вот хорошо было Смотри в меня в угол, что видишь, что поёт, хотел А для того, чтобы получить в премьер-лиге статус фаворитов Команде КВН-театр уральского зрителя пришлось обратиться к постановке о императрице Екатерине Великой Которая в чём-чём, а в фаворитах-то уж разбиралась Мне наплевать, что гожусь я, мать его Сегодня я хочу видеть только его Сегодня я хочу пораньше закончить бал Хочу, чтобы меня всю ночь он целовал Остановите, остановите С Вити, с Вити надо выйти Так, что происходит, а? О, слава Богу! Тимофей, у меня сложилось такое ощущение, что вы совершенно остановились в развитии О, и про развитие мне говорит человек, который минуту назад взял в руки палку Так, давайте к другой постановке Титаник глазами айсберга О, ребята, ничего не смущает? Огромная белая фигня впереди, алё, э! Так! 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 А, фиг с ним давай! Чё вы орёте, вода нормальная? Джек, Джек, мне очень холодно, Джек! О, Господи, телячь и нежности! Давай отдыхай! Вы в своём уме? Тимофей, вы где видели, чтобы трагедию показывали так, чтобы зрители смеялись? Пусть говорят Значит так, если мне не покажете ни одной нормальной постановки, я вас отправлю на второстепенные роли Е-е-е, вторая степень! Егор! Но вы-то куда? Ладно, с этим всё понятно! Так, пошли прочь! Я могу вообще всю вашу труппу распустить! О, круто! Буду один играть! Да? И как интересно, вы один, Тимофей, будете играть в постановке «Война и мир»? Фу! Нас, бюджетников, и не в такое пекло бросало! Семён, объявляйте! Театр одного актёра и Лев Николаевич Толстой представляют сцену битвы при Аустерлице Не отдадите в Россию просто так! Французы! В атаку! Да! Демерои, леби-французцы! Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча! Ола! Ха-ха-ха! Ха! Ха-ха-ха-ха-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Мужчина, не могли бы мне цветы подкинуть? Да ладно, что вы, серьезно? Цветы! Так, то есть можно остановить этот бред? Не совсем то, что я хотел, но тоже неплохо получилось. Общий сбор! Да вы хоть знаете, как вы меня подставляете? Вы хоть знаете, что сегодня к нам приехала заместительница начальника по делам культуры и связям... Самим начальником культуры? Да, и Зольда Игоревна, и знаете... Всем привет, привет, привет! Так, встаньте кучнее. Хэштег «Работа с молодежью» дарю. Мальчики, у меня просто офигенная новость. Я закрываю ваш театр, здесь будет ночной клуб. Что? Простите? Вы в своем уме? Ну не переживай, крепыш, я и тебе работу найду. Так, вы мне, Тимофея, не трогайте. Он у меня главную роль играет в преступлении и наказании. Так-то да, главная роль. Будет у меня охранником. Тут хотя бы платят. Что нужно делать, когда приходит богатая взрослая тюденька? Ударить топором. Да, эту дурь из вас не выпьешь. Так, пошли все вон. Сейчас я вам покажу, что нравится современной молодежи. Антонио! А я смотрю, вы ни перед чем не останавливаетесь, да? Ну и мы не будем. Тимофей! Двое из Простоквашина. Неправильно ты, дядь Федор, масло намазал. Верно в газетах пишут. Пропал мальчик. Так. Чушь перестали показывать с моим мальчиком. Мы можем показывать с вами. Страшили, подарили мозги, но не объяснили, как ими пользоваться. Че? Да последнее, что ты увидишь, будет в багажнике Лендвагена. О, поздравляю. Могу себе позволить. Так, господа. Дамы и господа, ну и в конце. Если верить одному известному суждению, что весь мир театр, а люди в нем актеры, то в следующий раз ты у нас в Матроскина играешь. А ты Раскольникова. Тимофей! Виват, наш дорогой зритель. Дамы и господа, дагестанский, мамой клянусь государственный. Театр оперы и балета представляет постановку «Бременские музыканты». Итак, эпоха возрождения, город Светлогорск, пока еще Раушен, пока еще Германия. Это славный город Раушен, скоро Раушен и Ди Раушен. Бременские музыканты едут. Мы здесь на час, детка. Скорей любите нас, детка. Бонжур, хэлло, салам, детка. Вам крупно повезло. Принцесса идет! Я как ангел красива, но до сих пор одна. Разбежались мужчины. Они боятся умных женщин. Эй, среднестатистический житель. Эта принцесса просто бестия. Согласен. Но я у себя тоже предпоследний человек. В смысле? Ну в смысле, я у себя в городе не последний человек. Крошка, ты просто сон. Наши сердца беззаву не сон. Будем жить теперь втроем. Ты, я и тестостерон. Так неудобно казнить свидетелей. Как зовут тебя, принцесса? Белль. Белль от французского «Прекрасная». Нет, Белль это сокращенно от Беля Леддинова. Но подружки называют меня Рапунцель. Рапунцель? Да. Ну у тебя же так мало волос. Их много, они просто равномерно распределены по всему моему телу. Тебе повезло, что я тебе встретился? Я тебя расколдую. Зачем? Я же не заколдована. Ты себя в зеркало видела? Это просто в 14 лет у меня сломался голос. И внешность. Ну, может тогда погуляем там тут весь? Подожди, ты куда торопишься? Может поедем ко мне в замок? Руслан, Артур, собака! Немного позднее в замке короля. Дочка, а что происходит? Это что за животные в моем замке? А ну-ка быстро убирайтесь отсюда! Да ты как с нами разговариваешь? Ты знаешь, кто мы такие? Руслан, Артур, собака! Наша лёд, цветочная поляна, Наши стены, сосны, великаны, Наша крыша, замминистра спорта И директор грузового порта, И охранник теннисного корта. Ну, понятно. И откуда же родом этот животновод? Да-да, расскажите про свой город. Махачкала, ла-ла-ла! Махачкала, ла-ла-ла! Папа-пой, какой прекрасный город, папе! Я еду жить в Махачкалу. Нет, не бывать этому! Даете один миллион, и ты сваливаешь отсюда! Настоящую любовь. Не купить за пять миллионов. Чё? Я тебе только один миллион предложил. Настоящую любовь не купить за четыре с половиной миллиона. Ага, я всё понял. Да ты из-за денег хочешь стать её мужем. Нет, не из-за денег. Вот обанкротся, а я всё равно на ней женюсь. Не собираюсь я обанкротиться. Ага, вот видишь, это ты из-за денег и её отец. А вот и нет. А вот и да. Так, подожди, папа. Я всё равно хочу выйти замуж за вот это вот. Вот это вот. Ладно, дочка. Но ты не будешь жить в окружении этих животных. Так что выбирай. Либо моя дочь, либо твои друзья. Что же мне выбрать? Красоту? Или принцессу? Трубадур. Лабрадон. Трубадур. Трубадур. Каштанка. Тётка. Каштанка. Да подождите вы, подождите. Ну почему я должен выбирать? Ваше величество. Я хочу и друзей, и принцессу, и Кевин. Чё? Ваше величество. Я хочу и друзей, и Кевин. У меня ведь не было его никогда. Хотя я 20 лет уже играю в КВН. Я же вырос на ваших ни пухах, ни пирахах. Слушай, сердце, друг, сердце не соврёт. Даже если к жабе приведёт. Вдруг у жабы той на душе светло и своё жильё. Даже если вдруг ты в осла влюбилась. Ты подожди, не торопись. Ты осла подержи и вдруг превратиться. О, в орлах, да в орлах. Это чувство любви, океан бескрайний. Оно зовёт за горизонт. Вот бы парус поднять, путь отправиться в дальний. Спеши скорей, там счастье ждёт. Из Дагестана с любовью. Всё зависит от нас самих. Всё зависит от нас самих. Футболист сборная Кыргызстана так праздновал гол, что провалил допинг-тест. Дальше. Министр энергетики Казахстана спокойно сидел в кальянной. Но когда он попросил поменять уголь, 20 человек подошли к столику с очень выгодными предложениями. Спасибо. Двигаемся дальше. Камызяки. В Камызяке одна девушка, худея к лету, нашла в складке живота 1000 рублей. Ну ещё. Когда в Камызяке на светофоре загорается жёлтый свет, значит всё, осень. Ну хорошо, пожалуйста. Ольга. Угу. Ребёнок рос весь в отца, поэтому первым его словом было не мама, а Галя, чё у нас пожрать? Николай проснулся утром с сильным сушняком. Это был первый случай, когда слёзы помогали горю. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда рожает жена Акима, тужится весь роддом. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё. Мальчик лизнул на морозе домофон и просто задолбал квартиру 44. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые судьи, ну, в общем, как-то мы представили себе ситуацию. Давайте сейчас к музыкальному биатлону и на вылет. По две песни, прошу. Песня о самом руссконаселённом городе Казахстана. Если жена с Павлодара, Внимательно с ней надо жить. Она в бешбармак вместо барана Может свинью подложить. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё. ПЕСНЯ О НЕЛЕГКОЙ ЖЕНСКОЙ СУДЬБЕ Соблюдала сразу семь диет, Чётко в платье новое вошла. Очень быстро праздничный пролетел банкет, И ты снова к шкафу подошла. Опять Иксель Италию искать на животе. Опять Иксель Все семь диет слились в один короткий день. АПЛОДИСМЕНТЫ Это вторая была? Да. Или длинная первая? Это две уже было. Ну, давай. Азаман. Твой малыш растёт не по годам, И уже таскает баб в хамам. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты такой брутальный, накачанный, небритый, Как так получилось, что в душе ты сеньорита. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, двигаемся дальше, Оля, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, сейчас я... АПЛОДИСМЕНТЫ Это ты пела уже или я не помню? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Клей дорога! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и ещё. АПЛОДИСМЕНТЫ Я про футбол, можно? Чё ты меня спрашиваешь? Перед этим пела не спрашивала, а сейчас... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Россия, сборная России Тебя, видать, собрали Для горя и печали АПЛОДИСМЕНТЫ Вон мужик урод идет, баба стрёмная плывет Я на пляже лежу, за базаром не слежу А еще Если ты казахский мальчик, ждет тебя пять лет нежданчик Хоп, ля-ла-лей, хоп, на-на-на-на-ней Итак, внимание, 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 внимание Внимание, это был первый круг Напоминаю, что у нас штрафные круги бывают Ваше решение сейчас Или кому-то сейчас 0,7 балла отдаем Или что? Штрафной круг для Азии Микс и Камазяков Хорошо, Эльдя В голове моей туманы-маны Угостили наркоманы-маны Азама Позови, если сможешь, по имени Кудайбергенов Бакбайбрт Матхалевич Итак, что вам стало ясно, уважаемые судьи? Нас покидает команда номер один «Азия Микс». «Азия Микс», 0,7-х, покидает огневой рубеж. Поеем дальше, пожалуйста, Азамат. Плачь, плачь, танцуй, танцуй, Сегодня все можно, ты папа невесты. Че ты на меня смотришь, давай еще. Дальше. Флюорография кальянщика со стажем Пахнет мятой и арбузом. Оля. Женские части можно увеличить, А мужские лишь преувеличить. Я ничего не хочу сказать, Оля, Но ты настроена сегодня так как-то решительно В самом начале, по-моему. Еще есть что-нибудь? Все из жизни, Александр Васильевич. Еще что-нибудь есть? Да. С некоторой опаской спросил я. Есть. Песен тобою написанных столько, Зачем, Костюшкин? Не пой. Хорошо. Казахи. Ташунбек, пожалуйста. Свинина, ты вошла в мою грешную жизнь. Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет солнце, Я расщу кое-что. Уважаемые судьи, Или какие-то штрафные круги, Никаких штрафных, Камазяки уходят. 0,8 Камазяки уносят с собой. Итак, Это шутки завещают, что ли? Ничего себе. Классно. Итак, Поединок 0,9 И 1 балл. Прошу, Оля. Ты морячка, я моряк, Ты рыбачка, я рыбак, В Астане с такой работой Мы не выживем никак. Я решил, что на этом заключительном этапе Попробуем все-таки по одной песне. Давай, Ташунбек. Песня про корпоратив. Пили-пили, Отмечали, А на утро еле-еле, Мы нурлана откачали, Парам-пам-пам-пам, Парам-папара-пам. Уважаемые, Что делаем? Пока не совещаются, Давайте еще по одной песне оба. Я в больнице вперед, Баба полез, Терапевту прям сквозь бабок полез, Пожелай мне удачи в бою, Пожелай мне удачи. И еще соло. Турфунбек. Да. Если я был бы Нур-Султан И пел сейчас биатлон, Даже сам Масляков был бы напряжен. Но с другой стороны, При таких делах, Если даже не смешно все, Уахахаха-ха-ха! Итог. Двух мнений быть не может, Казахи, конечно же, Побеждают в этом конкурсе. 0,9 город Пятигорск И один балл от Казах. Дамы и господа, Музыкальное домашнее задание. За музыку отвечает Эстрадно-симфонический оркестр Акима города Астана. За юмор Заслуженный дирижер Казахстанского КВН Нурлан Коямбаев. Мы начинаем С первой цифрой. И... Так, стоп. Молодой человек, Вы что в оркестре с лопатой делаете? Так, я не понял. Вам что, оркестровая яма не нужна, что ли? Нет, иди отсюда. Хан, это же я. Иди отсюда, я сказал. Это другой конкурс. А где аптека? Там. Итак, со второй цифры. И... Стоп. Вы что играете? Это произведение Баха. Баха, красавчик! Объявляйте. Как известно, у мужчин и женщин разные взгляды на одно и то же событие. Итак, история одного свидания глазами девушки и парня. Ой, девчонки, что я вам сейчас расскажу? Мы в ресторане при свечах. Я вижу страсти в его глазах. Влюбляюсь уже. Я свечи в темноте зажег, Чтоб мозг ее понять не смог, Что мы в гараже. Конец меня очаровал. Весь вечер он стихи читал прилежно. Стихов я, отродясь, не знал, Прочел Владимирский Централ, Но нежно. Вот вечер наш к концу идет, В карманину рублей пятьсот, Вот это обло. Он говорит, Зачем такси, луна так светит, Посмотри, пройдемся пешком. Такой романтик. Сказал он, подними глаза, Сияют звезды в небесах прекрасно. Пока смотрел омлечный путь, Фигуру оценил и грудь, Все классно. Короче, мы наедине, Я говорю, пойдем ко мне, девчонка. Он смог меня уговорить, Сказал, что нужно покормить котенка. Живем мы вместе, дети, Клепи третьего, Мы ждем уже ребенка. Короче, если ты влюблен, Бери ее, веди кормить котенка. Котенка. Итак, продолжаем с третьей цифры. Крещендо, Дименуэндо, Сфорцандо. А можно еще Маргариту и Пепперони? Не понял. Ну вы сейчас пиццу заказывали, да? Нет, конечно. Ой, а что я здесь в очереди сижу тогда? Итак, поехали. Не секрет, что на Востоке У мужчин и женщин разные права. Но сегодня у нас в гостях Девушка, которая совершила подвиг. Она сегодня впервые Осмелилась поднять глаза на мужа. Скажите, Когда вы впервые подняли глаза на мужа, Что вы почувствовали? Я почувствовала Свободу, Легкое головогружение, Вспышку света, Ноги немного подкосились. Но ведь это симптомы Черепно-мозговой травмы. Без комментариев. Газета «Заткнись, женщина». Какие ваши дальнейшие планы? Я собираюсь бороться за права женщин. Ведь если есть многоженство, То почему не может быть многомужества? Давайте, девчонки! Многоженство на Востоке Для мужчин и без проблем. Но сегодня я впервые Соберу мужской гарет. Первого возьму казата, Чтоб не нарушать традиции. Из далекого аула, Чтобы было без амбиций. Я не потерплю протеста, Первый выбор не случайен. Пусть он знает свое место, Мне нужен домохозяин. Второй будет помоложе, Сексуальный длинноногий. А пойдется подороже, Это тренер мой по йоге. Третий муж мой будет русский, А четвертый муж киргиз. Пятый будет с Еревана, Чисто женский мой каприз. Шестой нужен терпеливый, Это будет Беларусь. В общем, личная жизнь, Как таможенный союз. Наступит жизни ад, Если победит матриарка. Молча! К нам этот мир жесток, Ну за что ты с нами так посток? Мужчины, что это вообще за фраза? Молчи, женщина! А вы когда-нибудь пробовали рожать молча? Да! Да, мы ходим в туалет по двое. Но вы-то вообще толпой боитесь? Молч! И кстати, мужчины, Давайте аплодируйте мне. Это же как раз в вашем стиле. Во-первых, это бесплатно, А во-вторых, это можно делать сидя. У меня все. Гульнар, а ты все? Да. Принеси чай, пожалуйста. С молоком? С мясом. Уда! Дамы и господа, Ну а сейчас главный номер. Песня про казахов. Ярик, ты куда? Петь песню. Про казахов? Сейчас. Да. Ну ты же не казах. Это я не казах? Маэстро. Музыку. Я обычный казах, Я родился в степи, Пусть зовут Ярослав, Турсумбек я внутри. Десять месяцев аж, Весь роддом меньше, Я не ждал. Как типичный казах, Я чуть-чуть опоздал. Скажут, ты лицемер, Ну какой ты казах? Уж побольше поверь, Уж побольше поверь, Чем в Азаматском изя. Не смотри на глаза, Ведь не важен разрез, Я казах-альбинос, Нур-Султан мой отец, Нур-Султан мой отец. Казахстанский народ, Тур-Султан мой отец, Ведь казах — это тот, Кто влюблён в Казахстан, Кто влюблён в Казахстан. Ахуууууууууу. Браво! Молодец, молодец, Ярасл Бек. Молодец, красавчик. От души, брат. КВН – магическая игра, и она умеет предсказывать будущее. Но такого предсказания вы еще не видели. Внимание на экран. Казахи, Астана. Надо что-то посерьезнее, как Эфилева башня, как Кремль. А у нас? А у нас светящийся алюминиевый шар. Подожди, 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 какой еще шар? Вот видишь, заинтересовался. Может, построим светящийся алюминиевый шар? Ну, Султан Абишевич, круто вы нашу идею профинансировали. А где, где наш предсказатель, ребята? Где этот, где этого? Я здесь, я здесь. О, Сват, привет. Что? Потом поймешь. О, будущий депутат. О, директор. О, министр. Ой, вот он. Что? Держи, держи. А, нет, не сейчас, оказывается. Турсумек, что еще в городе построят? Построят 500-метровый стеклянный дамбру. Когда ветер будет, дамбра будет не играть. Что ты врешь? Да смейтесь, смейтесь. На шарм вы тогда тоже смеялись. Так, что еще интересного будет в будущем, Турсумек? С 1 августа по 27 августа горячей воды не будет. Так, это предсказание? Нет, там в подъезде прочел просто. Турсумек, и главный вопрос. Мы выиграем летний куб? Конечно, выиграем, выиграем, ребята. Но есть одно но. Мои предсказания сбываются через 7 лет. Удачи вам, ребята. Пацаны, лично я 7 лет ждать не собираюсь. Все. Нур-дуалет, нур-дуалет. Вот сейчас. А, держите. Держите его. Так, ребята, стоп, стоп. Стоп, ребята. Нур-дуалет, положи на место кубок. Поставь, поставь. Хам. Положи, положи. Поставь. Уважаемые друзья, что мы хотели сказать нашим выступлением? КВН – это как большой оркестр, где играет много разных людей. И они ни за что бы не сыгрались, если бы не дирижер. Александр Васильевич, пожалуйста, начните нашу финальную песню. А с какой цифры – пусть решает жюри. Как много лет во мне игра спала, и вот сегодня, наконец, глаза открыла. Она спросила нас, казахи, как дела? Никто не верил, что мы снова соберемся. В игре, которая лишь сном была для нас. Мы снова вместе с ней и плачем, и смеемся. И вся планета распахнется для меня. И как 15 лет назад меня обнили, и как бы сильно не хотелось убежать. Не спрячешься, не скроешься, игра тебя настигнет. И как 15 лет назад меня обнили, и как бы сильно не хотелось убежать. А фестиваль музыкальный, здесь нужно хорошо петь. Поэтому... А любовь сливая, сердце разрывает. Карими глазами, держит как в плену. Обожаю рэп. Богдан, ты чего опаздываешь? Здесь вопросы задаю я. Чего я опаздываю? Я откуда знаю? Ладно, слушайте, у меня вопрос. У вас когда-нибудь было такое? Закрываешь глаза, потом открываешь, и что ты делал 8 часов, вообще не помнишь. Да, Богдан, это называется сон. Нет, сплю я потом. Фестиваль музыкальный. Музыкальный? А что у вас тогда шотлайндс без волынки? Богдан, я девушка. Оу, Шакира, Шакира. Ну, раз фестиваль музыкальный, можно я тебе спою? А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, упал на плечо. Нравится? Ага. Своей надо будет спеть. Богдан, иди отсюда. Ладно, давай, через полчаса встречаемся на нудистском пляже. А как мы тебя узнаем? Я буду в одежде. Команда Квен Плюшки, начинаем. Миниатюру нам написал Сергей Мавроди. Многие задумываются, чем он сейчас занимается, а он нам миниатюру пишет. Итак, на пляже. Здравствуйте. Вы катамараны сдаете? Да. А что, хотите немножечко покружить? Ну, хотели бы. Слушайте, сто лет уже не ездили. Сколько сейчас стоит? Полтора миллиона рублей. Что за цена такая? Ну, а сколько вы хотели? Ну, рублей за 250. Ну, давайте за 250. В принципе, тоже деньги. Тихо, одноклассница идет. Ночь, эта ночь не согреет нас, и опять ты ко мне пришла, ты сегодня в последний раз. Я просто на встречу выпускников сказал, что я певец известный. Что там по катамарану? Ладно, смотрите, в общем, я вас первый раз вижу, сами понимаете, доверия никакого, поэтому я поплыву с вами. Чего? А что, я компанейский легкий. У меня даже кличка майонез. Ладно, плавайте. Слушайте, а как мы поймем, что время закончилось? А, ну я подожгу на себе шубу, буду стоять на берегу, гореть и орать. У вас будет две минуты, чтобы меня спасти. Ну, а что потом? Что потом? Вожоковы. Ладно, не надо, спасибо. Придурок какой-то. Я нормальный. Ложь, эта ложь не согреет нас. Я... Итак, двигаемся дальше на передаче «Угадай мелодию». Итак, мы добрались до полуфинала. У нас осталось всего двое участников. Получается, в журе пельщик настоящий. И сейчас мы попробуем угадать песню про мужчину, который не любит двигаться в такт на дискотеке, но он нормальный. Я угадаю эту мелодию с 6151 ноты. Ну, угадывай. Итак, слушаем. У меня досрочный ответ. Итак. Это София Ротаро-Хуторянка. Да, это София Ротаро-Хуторянка. Поздравляю, победили. До свидания. Спасибо. Я победил. Получается, тумба моя. Хорошо, забирайте тумбу. До свидания. Круто. Ну, а вы что? А, я выбираю две шкатулки. Да откуда вас таких понабрали-то, а? А фестиваль музыкальный, и в конце своих выступлений команда обычно... Да кто там играет? Это я, ребят. А что вы здесь делаете? Песню хотим спеть. О, давайте я с вами как раз на гитаре сейчас играю. Да. Я не вернусь. Так говорил когда-то мой батек. И он сдержал то слово. И мы уйдем. И будет плакать масляков, как я тогда в три года. А тот Кирин. На самом деле заколдованный отец. Его узнал по куртке. И золотым рукам верните папу мне в семью, и я уйду. Верните вы отца ему, и он уйдет. Наверное. 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 А наше выступление подходит к концу. И как говорила Татьяна Овсиенко. В гостях хорошо. А дон-диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-диги-дон-дон-дон. Перед вами выступала команда КВН «Плюшки» город Тверь. Вот отсюда. Вот сюда. Чтоб вот здесь вот хорошо было. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы немного неуверенная команда. Ну как, нас на самом деле 27 человек, но не постеснялись только мы втроем. У меня микрофон. Я вообще самая оторва. Но для тех, кто только что включил свои телеприемники, я напомню, это КВН, юмор, премьер-лига. Не надо никакие деньги переводить смс-ками. Сейчас будем показывать шутки. Для начала представимся. Вот это Егор. Он такой стеснительный, что живет в тайне от родителей. Это Алина. И глядя на нее, можно подумать, что все плохо. На самом деле, да. В школе Алину обзывали Алиной, потому что она больше никак себя не проявляла. Но у меня не очень яркая жизнь. Недавно гадалка взяла мою руку, чтобы предсказать будущее и что-то закемарила на ладошке. Мы не знали, как тут в зале со звуком. Постеснялись спросить, поэтому взяли нашего звукотехника сразу с собой на сцену. Он там посидит, поиграет. Ну, как вы поняли, Миша Барт однажды он досмотрел костер до конца. Но там концовка немного предсказуема оказалась. Он тупо замерз. Так как мы не уверены, команда нам в университете человека дарит для самоутверждения. Это что за покемон? Это Ваня. Ну, у всех же в школе был человек, над которым угорали там толстый или длинный или ушастый. Ну, Ваня, это прям комбо, прям... Прям похожий сын всех этих троих. Но несмотря на это, Ваня человек в тренде. У него прическа Дональда Трампа и тело Ждуна. От него скрывается военкомат, потому что, мало ли, что это такое вообще. Ну и вообще, Ваня, показатель того, что крещение еще ничего не гарантирует. Блин, как бы его прогнать? Ваня, там за кулисами Бог красоту раздает. Да, Алина, это шутка. Да как шутка-то опять? Ну, смешно. Ну, вы не подумайте, у нас как бы и номера есть. Вот, например, пародия на Кадырова. Рамзан Кадыров проверяет, кто не поставил лайк в Инстаграме. Ну, там не прям пародия, я как бы... Не совсем похоже его снял, иногда даже винокур проскальзывает. Но там правда смешно, я после игры текст могу распечатать, кому интересно. Но, несмотря на то, что мы неуверенная команда, у нас очень активная социальная позиция. Вот, когда была прямая линия с президентом, я тоже вопрос задавал. Специально для этого даже в Томск ездил. Вот, внимание на экран. Томск, у вас еще один вопрос. Добрый день, мои молодые. Здравствуйте. Кстати, эфир премьер-лиги будет летом, но там у нас будет серьезный конкурент. Еще одна неуверенная команда будет участие в Кубке Конфедерации принимать. Ну... Те ребята, в отличие от нас, в юморе давно. В семье один был и не думал, не гадал, Что батя вдруг захочет материнский капитал. Запахло сестрой. А, женщины, это не подземный переход, это КВН, мы так выступаем просто. Наконец-то. Что случилось, Егор? Да утром колбасу ел, в зубах застряло, вот только сейчас вытащил. Вообще, за нас в университете очень волнуется, поэтому приставили еще к нам человека поуверенней. Леша, это что такое? Алина, это грудь. Ну, короче, это Денис, он по документам реквизит, чтобы он не зря выходил, покажем с ним номер. В фитнес-центре. Спину ровни, держи. Чего? Ну, я инструктор, мы же с вами репетировали. Ты инструктор? Ну да, я мастер спорта. По шахматам? Ну, я предпочитаю не договаривать эту информацию. Да, инструктор, не хотел бы я иметь такое тело, как у тебя. Ну, вот видите, работает. Ну, скажи мне, инструктор, правильно я бицепс делаю? Да я никого не осуждаю, как бы делайте, как хотите. Может, ты мне еще подскажешь, какой портин мне взять? Этот или этот? Ну, я думаю, этот, там как бы огня больше нарисовано. Дизайнер же хотел этим что-то сказать. Ты какой-то бесполезный. Пойдем, я, может, на тебе удары поотрабатываю. Удары? Не, вы выберите один, я сознание быстренько потеряю и все. Ты вообще хоть что-то можешь? Подстраховывать? Ну, давай, подстрахуй. Храни вас Господь. Чего? Ну, несмотря на то, что мы неуверенная команда, мы настроены на этот сезон, ну, вот прям очень решительно. Вот даже клином встанем сейчас. Отойди туда чуть-чуть. Ведь мы представляем Сибирский федеральный университет. Самый крупный вуз за Уралом, где учатся около 40 тысяч студентов. А самые веселые мы. Если мы вылетим с премьер-лиги, то моя мама приедет сюда и будет разбираться, почему. Вам оно надо вообще? Также, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к моим одноклассникам, а именно к Маше Остовской. Чего видала овца, какого кренделя потеряла? Так-то спасибо. Порой, отправляясь ночью на кухню, чтобы перекусить, вы даже не представляете, что вас там может ожидать. Порой, отправляясь ночью на кухню. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как ты думаешь, если Пельш и Галустян будут драться, кто победит? А за волосы тягать можно? Да Тогда Пельш Почему? У Галустяна везде волосы Интересно, он много зарабатывает? Кто, Пельш или Галустян? Ха, Пельш Галустян Думаю больше, чем я думаю Так вы что, издеваетесь? Вы что, издеваетесь? Кто это сделал? Че ты на меня смотришь? Я в жизни алкоголь из стеклянной тары не пил Давай, отвечайте на вопрос, Коля Задает я вопрос Стоишь, мямлюсь Ты коньяк, вы Че ты смотришь? Я говорю, ты коньяк Демис, так это ты сделал? Шерлок, вы поймали Мари Арти Шерлок, браво Демис, ну хватит Что мы тебе Александру Васильевичу дарить будем? Не переживай, я сейчас все улажу Александр Васильевич, хочется, чтобы ваш дом сегодня наполнился радостью, праздником, весельем Дайте ключ от вашего номера, мы потом все уберем, честное слово Вообще, Коля, у меня серьезное дело Я пришел с подарком, Юлий Соломонович Вот молодежная штука, спиннер называется, смотрите Тут все как вы любите, как бы ничего делать не надо, ну и при деле, как бы Демис, ты зачем так накидался? Да как не накидаться, Коля? Я сейчас на пляже такое видел, я такое видел Кто-то ограбил Стаса Михайлова Этого не может быть, ты что, серьезно? Да вот тебе крест, Коля Ты мне схватит Ладно, ладно, все, на, на На самом деле, КВН, он для меня, как Сочи И то, и то, очень дорого Мы точно знаем, что у нас все будет хорошо Потому что перед выступлением подошел Александр Васильевич Говорит, Коль, вы столько лет не выступали, находитесь под такой потрясающей форме У вас такое смешное выступление Может быть, в следующем году пойдете в сезон высшей лиги КВН А я такой стою, на него смотрю и думаю Вот лиса Спасибо!